Вот так вот, приставными, незаметными шажочками, тихой сапой, полегоньку да помаленьку, нечувствительным образом, как бы невзначай, а глядь, опа, а где это мы, ребята? А мы, ребята, в военизированном государстве. Собственно, назвать это государство в датско-норвежском смысле язык не поворачивается. Медицина Христа ради, вместо законов понятия, образования, садовничьи, выборы узбекские, территория толком неосвоенная и малолегитимная, сами себе на карте мира кусочки присваиваем. Спасибо гражданину начальнику, уточнил главное содержание жизни. На Осетии размялся, на Крыме раздухарился, на Донбассе во вкус вошел, а там и Сирия подоспела, чтобы людям формы не терять. Начальник ВАД и вся Россия трюх-трюх за ним, как капитан Копейкин на своей деревяшке. Тяжелый, наследственный, безнадежно запущенный военно-промышленный комплекс, угрюмая, опасная, упрямо идущая нахер страна. Война, мать родная. Послание Федеральному собранию на треть про новые вооружения. Ядерный двигатель, огненный шар и лазеры. Этицкая сила, дядя. Ваты в больницах нет, какой шар, какие лазеры. Вата вообще-то есть, но она в головах. Все для фронта, все для победы. С кем воюем, дядя? За что воюем? Дай ответ. Не дает ответа, вызывая стойкое подозрение, что часть кокаина все-таки долетела до родины. Иначе откуда такая бодрость перед тем, как всей страной лечь плашмя? Эти новейшие системы нужны нашей стране, чтобы добиться переговоров с другими государствами. Дядя, ты сам-то понял, что сказал? Не понял? Дай объясню. Ты сказал, дядя, что с нами из-за тебя уже никто не хочет разговаривать. Что мы изгои по твоей 18-летней милости. И что единственный для России способ привлечь к себе внимание человечества – это схватить его за грудки, подтащить поближе к своей повестке дня и, подышав в лицо настоявшейся своей духовностью, поинтересоваться. Ты меня уважаешь? Не уважают, дядя. Аккуратно изолируют и будут ждать, пока откинем копыта. Причем сделаем мы это сами. С тобой, дядя, и Пентагона не потребуется. Стирать мир в радиоактивный пепел будем по преимуществу силами Останкинского телецентра, весело придумывая всей стране новые клички для коней апокалипсиса. Бездна капец и пипец, Русь-тройка куда? Да все туда же, в канаву. Запрягай, Селиван, давно не ездили. Виктор Шендерович